Здравствуйте. В эфире программа «О чём говорят». О чём говорят? Всероссийский день бега. Кросс-нация в это воскресенье. Вся страна бежит, шутят некоторые физкультурники, хотя жизнь показывает, что в этой шутке большая доля правды. Тысячи, да какие тысячи, десятки тысяч и совсем не спортсменов готовятся к старту. Мои собеседники тоже готовятся. Это Дмитрий Валерьевич Салин, руководитель управления развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Самарской области Александр Юрьевич Казимирчук, председатель Федерации лёгкой атлетики Самарской области. Здравствуйте. Добрый вечер. Я пошутил, сказал, что вы готовитесь. Хотя, может быть, и в этой шутке тоже есть доля правды. Готовитесь? В обязательном порядке. Лёгкая атлетика – самый демократичный вид спорта. Это вид спорта, который привлекает тысячи, сотни, миллионы людей по всей Российской Федерации. И этот праздник, праздник физической культуры и спорта пройдёт в Самарской губернии, как и во всей Российской Федерации, 25 сентября. 25 сентября. 25 сентября в Самарской области стартует Всероссийский день бега, кросс-нации. Кросс-нации пройдёт в 85 субъектах Российской Федерации, то есть во всей России. И на старт официально выйдет около полумиллиона человек. Эх ты, серьёзно. Да. И около 16 с половиной тысяч. Официальная заявка 16 с половиной тысяч в Самарской области. Смотрите, я вас прерву. У нас, насколько я помню, с 2004 года у нас вот этот вот кросс-нации мы проводим. Хотя, если исторически копнуть, то там к 1918-му, да, можно? Ну, в том виде, как сейчас он проходит, да, с 2004 года. И с каждым годом людей всё больше и больше принимает участие. То есть он вовлекается постоянно. Поэтому и в этот раз люди ждут. Хотя я не знаю, погода нам как вот в этом отношении. Сердечко не ёркает? Конечно, переживаем, но, наверное, уверены, что погода развеется, солнышко выйдет и будет встречать всех участников забегов. И, конечно же, наше учреждение – это спортивная база «Чайка», посёлок Управленческий, где пройдёт центральный старт. Я подчёркиваю, центральный старт, потому что старты будут даны ещё в Тольятти, в Сызрани, в Чапаевске, в Новокубешске, в Жигулёвске. Во многих городах и районах других пройдут легкоатлетические мероприятия как бы в поддержку кросса наций. Вот на базе «Чайка» готовятся специально трассы. Мы ещё поговорим, как до базы «Чайка» добраться. Для тех, кто в прошлые годы не участвовал, но в этот раз решил. Хотя, вы знаете, я не буду загадывать вперёд по поводу погоды. Синоптики нам то одно обещают, то другое. Но мне кажется, даже если будет не очень хорошая погода, то любители бега, а у нас таких огромное количество, мне кажется, всё равно придут и побегут. Как вы считаете, Александр Вёсович? – Естественно, 25-го числа все жители Самарской области и спортсмены, все будут участвовать в кроссе наций. В кроссе наций у нас определено много дистанций. Это для самого разного возраста. Это и дети, маленькие дети, и юноши, и юниоры, и молодёжь, и взрослые. И, естественно, у нас будут участвовать и ветераны. Им всем определены дистанции, которые они будут заявляться. Уже открыта предварительная комиссия работает по допуску наших всех спортсменов и ветеранов. Там всё равно нужно записаться, насколько я понимаю. Пока есть время. На базе «Чайка» уже работает комиссия по допуску. Обязательно ли ехать на базу «Чайка»? Это всё-таки посёлок управленческий. Ну, тут такая ситуация. Зарегистрироваться можно будет в день проведения кросса наций. А, то есть просто пораньше подъехать и зарегистрироваться. Пораньше подъехать и зарегистрироваться. Но мы понимаем, что в Самарской области по официальным, в соответствии с положением о кроссе наций, стартует 16,5 тысяч человек. Я думаю, что реальное число будет всё-таки гораздо больше, около 20 тысяч. Но вот на центральном старте мы планируем около 10 тысяч человек. Мы понимаем, что в утреннее время накануне, 25-го, зарегистрировать такое число будет тяжело. Поэтому просим всех желающих принять участие, зарегистрироваться заранее. То есть всё-таки подъезжать, регистрироваться? Да, всё-таки подъезжать, регистрироваться. Ну и, конечно, тут у нас коллективные заявки принимаются от предприятий, от учебных заведений. Можно коллективную заявку направить предварительно по факсу, созвониться с приёмной комиссией. Ну, это проще тогда, да? Соответственно, да. База «Чайка», все контакты есть на сайте базы «Чайка». Есть контакты и вся информация на сайте Министерства спорта. Поэтому приглашаем всех не ждать воскресенья, а зарегистрироваться уже в течение недели. Но я хочу сказать, что очень много любителей бега уже сейчас проводят свои тренировки. И в субботу много людей приедет. Поэтому призываем всех заглянуть и зарегистрироваться непосредственно в комиссию. А вот, допустим, кто-то с удовольствием примет участие в празднике. Я вот говорю, потому что этот забег, этот кросс – это праздник, да? Но бежать не собирается. Он просто хочет быть. Сколько раз мы с вами помним об этом, когда приезжали туда семьями и совсем не обязательно бежали. Потому что сам по себе забег – это ещё и сопутствующие какие-то мероприятия, которые происходят вокруг. Ну, с 10 часов уже начнётся спортивно-развлекательная программа. Там, на базе «Чайка». И будут и конкурсы, и мастер-классы, и выступления творческих коллективов будет. Естественно, работа детских спортивных площадок – всё это будет. И мы, естественно, будем не только для спортсменов, но и для жителей города Самары и области. То есть, я к чему это говорю, дорогие телезрители? Вот папа, если побежал, а маме бежать не хочется с детьми, то они всё равно могут вместе с папой туда приехать. Папа пускай бежит, а мама с детьми развлекутся. Верно? Или наоборот – мама бежит, а папа с детьми. Я шучу, конечно, но тем и менее… Мы приглашаем всех жителей Самары и области приехать на «Чайку» и принять участие в большом физкультурно-спортивном празднике. Празднике, да. Потому что цель «Кросса нации» – конечно, лёгкая атлетика – это самый доступный, самый популярный вид спорта. Николай Иосифович, как президент Федерации лёгкой атлетики Самарской области, наверное, и цифры озвучит, сколько у нас занимается людей в области. Вопрос в том, что это праздник, который привлекает внимание наших детей, даёт возможность сформировать у них такое устойчивое, осознанное отношение к здоровому образу жизни, к занятию физической культуре, спортом. Это семейные мероприятия, куда можно приехать и принять участие в конкурсах. Будут работать скалодром, будут работать детские развлекательные площадки, будут детей катать на пони, будет верёвочный курс, будут работать аниматоры, будет даже работать площадка ГТО. И она направлена на популяризацию комплекса «Готов к труду и обороне». Но для всех желающих, кто хочет сдать, будет один из элементов. – Как комплекс на значок. – Да, да. Можно сдать одно из испытаний на значок, который войдёт. Но для этого жители должны зарегистрироваться, участники, и, конечно, быть с медицинской справкой. Это обязательные условия. Будет работать сцена, большая культурно-развлекательная программа. Будет силовой экстрим-шоу перед открытием. В 11.30 состоится торжественное открытие. Перед открытием будет грандиозное силовой экстрим-шоу. – Посмотреть вообще будет на что. А итак, ещё раз. Начало концертной программы в 10. – 10.00, да, вы сказали. Сам забег начинается. – В 11.30 состоит торжественное открытие. И в 12.00 – первый массовый забег на 2018 метров. В этом забеге не будут подводиться итоги. Он просто направлен на то, чтобы объединиться и показать, что спорт, лёгкая атлетика всех нас объединяет, всех нас… – То есть, массовый забег на 2018 метров. – Да, на 2018 метров. И после массового забега состоятся уже забеги по дистанции. – По дистанции. – Это вот Александр Васильевич, наверное, поподробнее расскажет. – По дистанции у нас 1000 метров, 2000 метров, постарше ребята. Потом юноши и девушки – это 4000 метров. Старшие уже юниоры, молодёжь бегут 6-8 тысяч метров. И самые мужчины, кто уже старше 20 лет, они бегут 12 тысяч метров. – 12 тысяч метров? Серьёзно? – Ну, а почему бы и нет? – Это надо быть, мне кажется, всё-таки спортсменом. Вот так любитель 12 тысяч метров. – У нас дистанции эти бегут очень много людей. Это и ветераны хотят всегда пробежать. Это и лыжники, это и лекариты, да. – Всё-таки набирается количество народа на 12 тысяч. – Конечно, конечно. И был вопрос такой, что сколько у нас занимается? У нас занимается в Самарской области лёгкой атлетикой более 23 тысяч спортсменов. – Это серьёзная вообще цифра. – Да. И работает в Самарской области более 130 тренеров, которые чисто на направлении на лёгкой атлетике. Понимаете, это всё-таки… – И я хочу добавить Александру Юсичу, что в Самарской области, в отличие от федерального, положения федеральных стартов, введены дополнительные дистанции и дополнительные возраста. Все победители по дистанциям получат ценные подарки, призы. Очень хорошие призы. Не буду открывать секрет. В том числе подарки и призы будут подготовлены от наших спонсоров, от одного из ведущих фитнес-клубов. Поэтому мы приглашаем всех людей всех возрастов. Не только молодых активных спортсменов, но и наших ветеранов, людей, которые своим примером показывают внукам важности занятия спорта. – Это и популяризация, потому что не секрет, что, говорят, начнёшь бегать и убежишь от всех болезней. – Мы охватываем население и детей с 9 лет до… Вот у нас есть даже категория ветеранов – 60 лет и старше. Понимаете, как? Все у нас… Весь возраст и все люди у нас охвачены. К каждому есть определённые дистанции, они выступают. – Понятно, что… Я просто сейчас такиорг моменты, да, посёлок Управленческий, значит, база Чайка. Как доехать, кто не знает, всё на сайте есть, да, и будут, наверное, организованы специальные… – Да, хотелось бы отметить, что при поддержке администрации города обеспечены дополнительные автобусы, будет 61 маршрут усилен, и ходить в более частом режиме в районе перекрёстка Красноглинского-Волжского шоссе будет дополнительная остановка, чтобы людям было удобнее дойти. От перекрёстка Красноглинского шоссе до улицы Сергея Лозо будет ограничено движение транспорта, и в этой зоне все любители спорта, которые к нам приедут, или просто отдохнуть хотят, принять участие в празднике, они смогут оставить свой личный транспорт. Чтобы не вдоль дорог, а вот непосредственно такая парковка. – Потому что мы как-то говорили, что на личном транспорте как-то ехать стоит, не стоит, вот у многих такие сомнения. Можно поехать на личном транспорте, но оставить его не до… – Ну, надо понимать, что желающих принять участие очень много, да, и порядка 80 тысяч человек… – Такую парковку точно нереально организовать. – Парковку сложно организовать, тем более непосредственно к территории базы будут пропускаться только автобусы с организованными группами, поэтому, конечно, мы приглашаем жителей приехать на общественном транспорте, но если они принимают решение ехать на своих личных автомашинах, то вот зона парковки будет организована. – Спасибо. Ну что, все, наверное, единственное только еще раз призвать людей не сидеть дома, независимо от погоды, потому что праздник есть праздник, а любители бега, как мы с вами говорили, никакая погода не испугает. – Не помешает принять участие. – Будет хорошая погода, будут подготовлены хорошие трассы, мы всех ждем на этом большом физкультурном празднике. Подчеркнуть, что Самарская область – это спортивный регион. – Все, Дмитрий Валерьевич сказал, погода будет хорошая, значит, погода обязана быть хорошей. – Мы всех приглашаем еще раз на это мероприятие. – Спасибо вам большое, постараемся быть. Спасибо. И единственное только хочу напомнить, что существует и радиоверсия программы, так что всегда можно и прослушать, о чем говорят в эфире Самарского губернского радио 2100. И увидимся на спортивной базе «Чайка». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова